Валерий Александрович Так, считаю украшением альбома, песни выше, жажда невозможного и монолог самолёта. Какая песня? Последний раз так кайфовал от Дитя Штормов. Ну, Дитя Штормов – это замечательно, но замечу, что сначала был написан текст Дитя Штормов по желанию вокалиста группы Катарасис, а потом была написана музыка. Так, расскажите, пожалуйста, как создавался текст «Рождённый летать», как велась работа, сколько было вариантов, кто автор идеи. Ну, как всегда, работа была насыщенной и, в общем-то, кропотливой. Но идея по поводу этой песни, вот этого варианта, принадлежала мне. Хотя, честно говоря, по музыке она мне сразу, этой песней как-то не приглянулась. То есть даже были попытки, я сама отдавала эту музыку другим, своим знакомым, кто мог бы написать. Оно, видимо, сбитое с толку династии, посвящённых моими стихами, люди писали настолько извращённо, я не знаю, закрученные тексты, что Валерий Александрович просто разводил его руками и говорил, что не, не пойдёт, не пойдёт. Хотя авторы тех вариантов были уверены, что это именно то, что нужно кипелому. Ну, не надо путать вот Маргенту и кипелого. Поэтому в результате всё-таки пришлось написать вариант мне. И, понимаете, не надо понимать это так буквально, эту песню. Что это вот именно про истребитель, именно про лётчиков. Это про всех, потому что не бывает бывших художников, не бывает бывших врачей, не бывает бывших учёных, не бывает тем более бывших музыкантов и бывших поэтов тоже. То есть это про всех. Бывших? Мне кажется так. Плюс. Это отсылка опять к истории нашей страны. Это отсылка к 90-м годам. Я уже про это говорила как-то в эфире. Когда был полный развал армии, и авиация страдала дико совершенно. Я просто помню, когда лётчики были вынуждены увольняться, идти в охрану работать, торговать на рынках шматьём. Когда самолёты просто стояли, вот именно вот эти крылья. Просто надо себе представить. Трава, пробивающаяся через плиты ВПП, взлётно-посадочных полос. Эти заброшенные самолёты, у которых нет бензина, чтобы летать. И кто-то умирал, кто-то спивался. У всех разные истории. И вот я просто себе представила, как вот уже человек, который был лётчиком-испытателем, допустим. Я помню, как у меня отец, он, хотя он, в общем-то, летал, он был бомбардировщиком. А потом, когда командовал ВВС в Венгрии, он даже испытывал вот эти высотные костюмы. То есть вот на таких самолётах уже другого поколения летал. И вот он рассказывал, как там какой-то высотный костюм, какая-то бешеная высота. Они не так зашнуровали. То есть он чувствует, что вот сейчас лопни. Ну, это ужасно на самом деле, да? Но это лётчики. И я помню, как мы хоронили вот одного лётчика, который погиб при испытании нового самолёта. Как это было вообще? Какое-то горе было для всего нашего военного городка. Я помню эти заброшенные аэродромы там по Черняховскому, где когда-то стояли там пусть не наши самолёты, пусть немецкие самолёты, но тем не менее вот этот вот ужас этого бетона, который уже со временем как бы деформируется, и вот там вот эта вот трава. То есть и ощущение неба, когда мы с отцом летели. Он меня взял в кабину, и мы летели на восход. И я просто себе представила, как вот самолёт, который заброшен, и лётчик, уже его нет в живых, да? Как вот он взлетает, он расправляет крылья, свои шрамы, и он решает, что ты там уже наверху у Бога лучший ас-пилот, я иду к тебе на взлёт, и мы встретимся. Две души вот летят, да? Которые разлучить нельзя. И смерти нет для рождённых летать. Летать можно не только как самолёт и лётчик. Летать можно в мечтах, летать можно в поэзии, летать можно в музыке. Так что ширше, глыбже и ширше, как говорили товарищи в одном фильме. Надо смотреть на всё. Нельзя понимать всё в лоб. Так, теперь, значит, песня высшая. Анжела Бородухина из Карачаева, Черкесии. По поводу пиратов меня спрашивают. Я сейчас буду объединять вопросы, потому что у нас не так много времени. Не хочется ли вам затронуть таких персонажей, как пираты, поскольку там уже и одиночество, и лётчики, и патриотизм, и мистика, всё уже это было? Ну, я не знаю. Если будет соответствующая песня, хотя про пиратов на Западе очень много написано. Ну, если только братья сэра Фрэнсиса Дрейка там, или вдруг решить переложить Одиссею Капитана Блада. Ну, конечно, весёлые ребята были. Можно над этим подумать, но вы же знаете, что у нас изначально идёт музыка с музыкантами, а потом тексты. Так что, может быть, всё. Анжела же спрашивает, откуда взялась пара персонажей отчаянных летучих романтиков, парящих над сердцем нашей Родины в песне «Выше». Они тоже не сразу появились. Там была масса вариантов. Романтики появились в последнем варианте. Причём по уже согласованию с Валерием Александровичем, потому что у меня-то была совершенно другая задумка уже по поводу последнего варианта. Мне не хотелось такой романтики, уж прямо вот так вот, что всё замечательно, да. А вот у меня был такой вариант, что она его, эта подруга, которая пришла в шёлке, заманивает в небеса. Они летят, и когда уже товарищ находится в полной эйфории, она отпускает руку. И он падает, и в полёте просит какие-то силы не дать упасть. Но ему не дают упасть, то есть всё, никто не умер, всё закончилось хорошо. Но вот такая вот подлянка, как бы в продолжение «Дамы пик» у меня планировалась. Однако Кипелов попросил, чтобы всё было мирно и хорошо. Надо сказать, что был один из вариантов посвящения просто сбитым лётчикам. Как бы в продолжение, да, затронутой темы лётчиков. Но это, по-моему, ещё было до того, как истребитель нарисовался. И вот, и я сейчас быстренько прочитаю вариант. «Правит жизнями внезапность, был в строю, исчез твой строй, был как море, стал лишь каплей, высохший слезой. Словно сбитый в небе лётчик, звёзды растерял свои, и удача ставит точку, не в конце строки. Ты не первый в чёрном списке, не последний в списке том, много там по духу близких из чужих времён. Каждый, кто летал однажды, может быть внезапно сбит. Гений ли, злодей, не важно, был ли, нет, забыт. Это вот тоже о нас. Вот, был вариант и про кузнеца. Кстати, очень смешной вариант. Поскольку это песня рок-н-ролл, там особо грустить-то чего, да? И это просто такая шутка, ну, которая не пошла. Нелегко ковать железо, слыть бессменным кузнецом, но бросить иногда полезно свой металлолом. Это вот привет металистам. Сразу всё сполна получишь, кем ты был и чем ты стал. И твой молот не из лучших, и не то ковал. То есть это, ну, такая шутка, тоже не прошла. Ну, ладно, не прошла, не прошла. Зато повеселились. Вот. А этот образ двоих летящих над городом, это, в общем-то, картина Шагала. Двое над городом. Кому интересно, тот может посмотреть эту картину в интернете. И, конечно же, Мастер и Маргарита. Как они летят. Это уже последний полёт. Вот, то есть, без Булгакова здесь не обошлось. Надо сказать, что был вариант совершенно неожиданный. На веле события мая 17-го года, когда была совершена жуткая совершенно хакерская атака, так называемый блэк-аут произошёл. Был запущен вирус Вона Край, и многие системы компьютеров отключились. Вот. И даже было так написано, там целый текст у меня был написан. Время хакерской атаки, время сбоя всех систем. Город стынет в полумраке, в кибер-темноте. И смысл был в том, что отключаются все компьютеры, все вот эти гаджеты, всё. Люди вдруг понимают, что есть вот любовь такая нормальная, не интернет-любовь, да. И есть небо, и вот, как бы, вот такой поворот. Но Валерий Александрович сказал, что слово хакер он не может произнести. Это совершенно не его лексика. Вот. И, собственно, блэкаут накрылся. Не прошёл блэкаут. Аня Рыжкова задаёт вопрос по поводу фразы. Здесь у многих сносят крышу. Фанаты загнали группу в жёсткие рамки. То есть вы избаловали людей пустынями, кольцами змеи и так далее. И вдруг вдруг сносят крышу. Ничего криминального в этом выражении, дорогие мои, нет. И не забывайте, что эта песня – рок-н-ролл. Кое-кто в рок-н-роллах вообще употребляет ненормативную лексику. Это весело. А снести крышу – это, в общем-то, разговорная фраза. И всё диктуется, опять же, музыкой. Если где-то пустыня в душе свернулась, там, внутри свернулась, кольцами змеи, там, вот это какая-то баллада, какой-то надрыв, какая-то драма, здесь сплошное веселье. Понимаете? Даже веселье бы оставалось даже в том случае, если бы героиня отпустила бы руку героя, да, рассмеясь, улетела бы наверх, а он чудесным образом бы остался жив. Так что здесь сносит крышу. Совершенно ничего в этом криминального, и тем более недопустимого. Нет, я считаю, что недопустимый – это откровенный мат. И то, смотря какая группа исполняет. Из группы, которая, как я говорила, очень прекрасно себя чувствует и матерясь на сцене. И вот, песня нелёгкая – это рок-н-ролл. Так что не надо так возмущаться. Чрезмерно сленговое. Это не сленговое выражение, это расхожее выражение. Вот сленг был бы, если бы вдруг Валерий Александрович сказал бы, вдруг произнёс бы слово там «зашквар». Вот это я понимаю, это был бы действительно сленг. Совершенно непонятный и несвойственный кипел. А то, что кому-то сносит крышу. По-моему, очень многим сносит крышу ей. Это не страшно совершенно. Так, дальше, да? Угу. Так, «Тёмная башня». Да, кстати, вот, возвращаясь к выше, там была одна такая шутка. Просто мне хочется... Я написала несколько строчек от имени Валерия Александровича. Но это не песенный текст, а просто он же у нас, как бы, плохо со зрением, к сожалению, не очень хорошо, у Валерия Александровича. И он не всегда читает книжки. Вот. И поэтому я, как бы, написала в шутку от имени Валерия Александровича. Просто ему посвятила. «Маргарита, где твой мастер? Воручай скорей. Волон дарит вам на счастье. Вороны в коней. Торопись же в дом печали». Мастер сильно за ним мог. Извини. Сам сочиняю. В книге много строк. Это отсылка к тем, кто всегда говорит, что в ваших книгах много букв. А вот здесь вот много строк, и поэтому он сочинял вот такой вот. Вот так, шутливый такой стишок. Так, значит, что у нас дальше-то? А дальше у нас «Тёмная башня». «Тёмная башня». Ярослава Голубева. «Тёмная башня» была написана после прочтения Кинга, как я поняла. Вы осилили все тома. Что вам не понравилось повествование? Вам не кажется, что Валерий Александрович похож на стрелка? Начну с конца вопроса. Валерий Александрович совершенно не похож на стрелка. Не внешне. Как его описывает Кинг, не внутренне. Потому что стрелок сделан совершенно из другого теста в Гиллиаде. Психология у стрелка совершенно другая. Он и убийца, он и герой. Валерий Александрович у нас только герой. Так что здесь совершенно другая история. Написано действительно после прочтения Кинга. Я осилила Хетама. Что-то мне показалось затянуто. Мне всё там хорошо. Больше всего мне не понравилось, когда Кинг вставил себя самого в повествование. Хотя это называется определённым мета-реализмом. Ну, мне такой пример не нравится, когда человек вставит себя в повествовании. В общем, как-то, ну, вот это меня немножко сбило. И Молчанов осилил все тома, кстати сказать. Так что мы, как бы, в сочинении текста шли на рамках. Александр Хейкинен по поводу, будет ли исполняться на концертах «Тёмная башня». Валерий Александрович обещал, что он предоставит микрофон Славе и Слава как-нибудь на концертах прозвучить. Я не думаю, чтобы Кипелов сам пел эту песню. Потому что, как говорится, книги он не читал. Слава Богу, кино он не смоёт, потому что омерзительный совершенно фильм. Так что здесь... Ну, не знаю. Если он человек слова, то обещание своё выполнит и Слава споёт. Мне самой было бы очень интересно послушать, как это получилось. По поводу две версии Косово-Поля. Почему выпустили только одну? Ну, я не знаю, это не ко мне вопрос. Моё дело написать, сочинить стихи. А уж дело музыкантов разбираться. Я надеюсь, всё-таки в глубине души, что дуэт когда-нибудь прозвучит с кем-нибудь. Хороших певиц у нас достаточно. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна, пишет Мария Кузнецова. Как вы думаете, вокал Вячеслава Молчанова подходит к Тёмной башне? Или же было бы лучше, если в композиции звучал голос Валерия? Вы знаете, мне кажется, что Слава прекрасно справился с поставленным. И перед ним таким барьером тяжёлым, вокальным, скажем так, очень ответственно подошёл и с большим удовольствием спел эту песню. Мне трудно представить, как бы это прозвучало в исполнении Валерия, потому что обычно ему очень удавятся песни те, которые он, в общем-то, проживает и понимает. А в данной песне как-то вот, мне кажется, не совсем ему понятен сюжет. Хотя были другие варианты, естественно. Там, может быть, они ему ближе подходили. Вот, допустим, там про снайпера был вариант, несколько вариантов. Или сборная про стрелка. Это не просто стрелок по Кингу, а стрелок ещё, как бы, рысарь Ланселот из «Убить дракона» Шварца. То есть такая ехидная довольно песня получалась. Там, где было сказано, что да, ты вот придёшь, там, ты остановишь зло, ты как бы спасёшь мир, но дракон, который вот всех подминает под себя и впускает яд, вот эту жадность, тягу к власти, в кровь, он плюнет и в тебя этой кровью отравленной, и ты станешь таким, как те, против кого ты боролся. Но вариант тут не подошёл. Так что со словами Молчановым за три дня мы написали текст именно «Тёмной башни» с полным взаимопониманием, за что ему большое спасибо. В данном случае я, где-то перекликается мой ответ с вопросом Елены Ямчук о тексте о царе Мидасе или Мидасе. Вот надо посмотреть точно, как ставится ударение. Текст был полностью тоже написан о том, как вот человек обратился с просьбой к богам, то есть царь, и всё вокруг стало превращать боги с милостью, и мы решили над ним подшутить, и стали всё вокруг превращать в серебро и в золото. И хлеб, и людей, и слуг, и жён, то есть всё. И в результате просто человек, царь, был обречён на голодную смерть, потому что все фрукты, золотые, всё. И помню, последняя строчка была в припеве о том, что с золотом мало не бывает, то есть такой вот, как бы с подковыткой. Но вариант не прошёл. Не знаю, будет ли написана другая музыка, может быть, и будет написана, а может быть, и нет. Это как сложится. Но я бы изменила бы размер, если писать эту же историю, немножко написать размер другой. Потому что, честно говоря, размер тяжёлый, и Слава в своё время предлагал свою историю. Он написал целый трактат, целый рассказ, который, в общем-то, где-то перекликался со штилем, сарийским. И было очень сложно вложить вот эту здоровую историю о том, как там корабль терпит крушение, как остаётся двое, и сундук с золотом, и как там один убивает другого из-за золота, и остаётся с этим сундуком, набитым сокровищами, «Один на необитаемом острове». В такую короткую песню, в общем-то, такой сюжет вложить довольно сложно. Так что, если писать о этом жадном царе, то, собственно, не только о царе, а вообще об окружающем нас мире жадном, где власть и жадность – это, в общем-то, основное, что сейчас движет людьми, то я бы поменяла размер. Но, может быть, ещё, как говорится, не вечер. Так, песня «Дама Пик». Любимая моя на альбоме. Я говорю, с условием ещё большего утяжеления. Сергей Рогачевский спрашивает, как возникла идея песни «Дамы Пик». Воспринимаю по-своему. Интересно узнать, о чём были мысли создателей данной песни. Я, по-моему, уже говорила о том, что первоначальный вариант был совершенно без этого образа, без «Дамы Пик». И посвящался тем, кто решил в свои 18-19 лет, что жизнь кончена, раз у них что-то не получается, нет денег, нет нормальной работы, и всё. То есть это был как бы монолог кипелого, обращение его к таким вот пессимистам, что не надо думать, что тебе сразу, как ты родился, сразу всё перед тобой. Потом был вариант, который... Не знаю, мне он очень нравился. Он, конечно, кровавый, жестокий. Но вот здесь как бы «Дама Пик» была в полном своём объёме, в своей кошмарной красоте. И, может быть, здесь даже перекликается с судьбой Германа Пушкинского. Вот смотрите. «Судьба тасует карты, глаза смеются мне. Я должен с ней сыграть. Выбора нет. Тревожный дух азарта Смущает разум мой. Я вижу, как текут Деньги рекой. Вижу себя в самом центре славы. И не скудеет моя рука. В споре любом Бесконечно прав я. По жизни прав, кто богат». И припев идёт. «Сегодня лучший игрок, Завтра ты никто, А через день ты вновь гений. Не нажимай на курок, Если не везёт. Судьбу меняют мгновения». Дальше история как бы накаляется. «Краплённая колода, А мне и не вдомёк. Боюсь, что упущу Счастье своё. В игре не знаю брода, Но вижу, как судьба Роняет новый туз Из рукава». То есть сплошное шулерство. «За ним летят И валет, и дама. Карточный дождь В душной тишине. Смех бьёт лицо И пусты карманы. Меня для всех больше нет. И герой выходит на улицу, Вот как Герман, да, Выходит на улицу, Там питерская непогода, Там всё, на улице дрожь марта. Бреду один во тьме, Не видим для других, Словно во сне. А под ногами карты, На вывесках тузы. У дамы пик в окне Чёрный язык. Она вот дразнит, Эта старуха, да. Я не был пьян, И был выстрел точным. Джокера я в трёх местах Пробил, Как истекали кровью Той ночью Живые карты судьбы. То есть, Я так придумала, Что каждая карта, Там валет, Туз, Дама, Шестёрка, Всё, Они как бы живые. И вот этот герой В них стреляет, Обезумев совершенно От того, Что он видит И на вывесках Карты, И вот эту старуху В окне, Которую ему показывает Чёрный язык, Они оказываются живыми. То есть, Такой вот снег, Такой мартовский снег, Уже просевший, Да, серый, В пятнах крови Вот эти карты Они мучаются, Умирают. То есть, На мой взгляд, Можно было бы снять Очень красивый клип. Но моя трагедия Не подошла. Поэтому мы имеем То, Что мы имеем. Кстати, Приска неплохая получилась. В целом. Поэтому, Тем, Кому ночью кажется, Что всё, Жизнь закончена, Доживите до утра. Посмотрите на небо И скажите спасибо. Небо. Что я живой. Вот. Это такая, В общем, Песня-то она, Как бы, Педагогического плана, Скажем так. Но, Собственно, Вопрос тоже У Александры Пешковой По поводу Дамы Пик Удивила, Обрадовала. Вопрос более широкий. Вы говорили, Что многие ваши тексты На этапе работы Над очередным Альбомом Корректируются В соответствии С пожеланиями Членов группы. Я, Собственно, Ничего нового В этом нет. Я всегда говорю, Что тексты Всегда корректируются, Они всегда меняются. И первоначальный Вот вариант был, Это, Конечно, Вот безумие В работе С Валерием Александровичем, Когда он особо Ничего не менял, Он не просил изменить. И сам, Как бы, Особо текст не корректировал, Не вставлял туда Свои строки. Как-то вот Текст ему подошел, Хотя он не совсем, Может быть, Был в теме. В Арии, Ну, Там разные варианты были. Я не помню, Мне кажется, Что закат Немножко был Подкорректирован. А, в принципе, Практически там, Вот мне так кажется, Я сейчас уже не могу Точно сказать, Надо в записях Посмотреть В ежедневнике. Но мне кажется, Что закат Не подвергался Большой коррекции. Есть ли у вас Любимые песни В его исполнении В период Арии И в его творчестве Вот, Уже в своей группе. Вы знаете, Я В Арии Мне практически Все нравится. С того, Что мы с ним делали И музыкально, И по исполнению. Мне кажется, Что там просто Таких вот Каких-то провальных Песен Или те песни, Которые бы я не любила, Их просто нет. Очень все Гармонично, Все очень красиво И исполнено, И музыка замечательная. Мой любимый альбом В творчестве Группы Кипелов Это Реки времен Отдельные песни Жить вопреки. Я очень люблю Саму песню Реки времен Первая песня Ну так, В общем, Не знаю. Сама песня Реки времен Мне очень нравится По тяжести, По своей. Я очень люблю Песню И на грани Балладу Очень трогательная Песня Вот Ну, Как одинокая Морская гладь Это вообще Без Как говорится, Без комментариев Такое настроение Рывущая душу В общем-то Очень Даже Так Кто-то Что-то у меня тут нет Этого листочка Я помню Спрашивала про песню Возьми мое сердце Кстати, Арийская песня Про историю Создания Вы знаете, Я писала про эту историю Создания По-моему В книге Ария Маргариты Мне не хочется Повторяться Если хотите Посмотрите эту книгу Там написано Все это И, конечно, Песня Она Ответна Вот Я хочу быть с тобой Да По настроению И основана В моем личном Как бы Опыте На моих личных Переживаниях Когда у меня Умер Очень хороший друг Музыкант Саксофонист Это была такая Первая Вот такая смерть Которая Меня Какое-то время Даже выбила С моего трека И Ну, это было Начало Короче говоря Знакомство С такой точкой В конце жизни Но мы Естественно Переделывали на девушку Понятно Поскольку Песня Жажда Невозможного Бен Монах Огромная Благодарность За работу Вопрос Текст Песни Жажда Невозможного Был написан Опираясь На какие-то Личные Моменты Жизни Это взятый Общий Пример Отношений Общества Суть в том Что выход Альбома И прослушивание Песни На 100% Совпало С периодами События В моей личной Жизни Ну, я рада Что мы Смогли Как-то Отразить События Вашей личной Жизни В своей Песне Это всегда Приятно Когда люди Видят себя Пусть даже Немножко В таком Депрессивном Как-то Плане Я не знаю Что там Относительно Отношений Общества Но Личные Моменты Жизни Там есть И Кипеловские И мои личные То есть Все Как-то Сложилось Очень Достойно И наши Переживания Скажем так Лирических Героев Нашли Отражение В этой Песне Которую Я считаю Одной Из лучших На этом Альбоме Вот так Жажда Невозможного Очень Хорошо Невозможного